итак давайте по вопросам значит у тебя вопрос по как слышать свой собственный канал то значит ответ такой в твоем случае по твоей дате рождения ты берешь тетрадь пишешь карандашом исключительно потому что это дерево это натуральный материал и садишься тогда когда знаешь бывает как давление над головой чувствует нашим понимаешь садишься писать главное что в этот момент тебя не отвлекали никакие вот 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 включить пока ты не выпишешься давит информация села может показаться бракодаброй сразу говорю начнешь писать не смотри затем пишешь ли ты с ошибками каким почерком главное чтоб ты это понимала начни писать начни доверять каналу первое вот когда вот вчера я сижу я вижу картинку да вот вы сидите многие девичьи в канале висят канал это шахта лифта ну для сравнения да только это еще видимая и там что-то появляется вот если девица в юбочке с характером характер я чувствую как бы без каких-то этих а вот озвучиваю имя там имя звучит на все звучит раньше я сомневалась вот это вот вижу все озвучить думал только я сейчас скажу какую-нибудь хрень да нам не будет смеяться или вообще скажу что чего то есть это происходит сомнение в канале сомнения в том что тебе дают информацию и ты делаешь блок ставишь блок информации привод а ты не веришь ты ее не пропускаешь а что мы должны сделать как я сказала про точность то есть убираем этот блок просто мысленным усилием тем что пусть нас воспринимают такие какие я озвучиваю имя озвучиваю характеристики которые оттуда же это есть про точность то что ты слышишь внутри или видишь ведь картинка переводится в текст или слова и озвучиваешь выносишь суда людям мир вот то же самое как про яблоки вот я тебе говорю и вдруг у меня боковым зрением ты тут же сидишь у меня возникает поднос на котором стоят яблоки я не знал что эти так зацеплю вот то есть нужно научиться доверять каналу которые тебе дают информацию и вот тогда он тебе будет давать именно все что по теме то есть приходит что-то ты этот тур если ты не успеваешь стерилизовать записывай или озвучиваешь лист такую такая возможность те легко будет жить потому что все что тебе нужно ты будешь получать то есть садишься и пишешь не удивляйся если это пойдет какой-то сюжет не очень много сюжетов разных приходит мне приходят имен различных буквально вот нашу шапка как а героини такой это с таким ты именем ее судьба если бы я дальше каркас некий который я стала бы расписывать мне бы и дальше пошла информация вот вещи которые я иногда не успеваю вообще записать но я их иногда на аудио записываю вот а у тебя нужно писать через текст когда ты увидишь что ты с этим расправляешься работает нормально начни озвучивать стихи или это будут ли что главное начни слышать вот слышать доверять и не писать не думая вот тем самым своим сильным и слабым это головой логически а что ты делаешь а зачем вот вот в этом не сомневайся вот это вот слышать канал это доверить то есть представь себе от совет поднимаешь просто поднимаешь как бы внутри себя глаза внутри себя это физика вот наши не связано понимаешь некое пространство глаза и картинку видишь на внутреннем экране который вроде как нет но нам тебя есть внутри и ты оттуда то что видишь озвучиваешь все это доверие полное доверие тому что будет доверие значит будет все остальное она пойдет то есть главное начать тебя вот это все освободится и будет про точность вопрос у меня вопрос по поводу как почувствовать своего человека как как лично как распознать что твое или как как заложить вот этот поиск почему почему ты ищешь просто даже не мужа любовника или еще кого-то ты просто ищешь человека среди тысячи ты понимаешь что ты одинок хотя не очень много людей вокруг и ты просто его ищешь и все тогда у меня вопрос вопрос такой одинок в чем душе то есть давай сформируем тогда человек тебе нужен для чего по каким качествам представь себе сейчас на секундочку что вот сейчас мы сидим и говорим в край огромного канала и вот то что мы скажем как эхо да она туда уйдет и чем эмоциональнее будет слайд картинка который ты опишешь тем точнее ты получишь попробуй сформулировать как если бы ты была информационная информационное письмо энергетически эмоционально окрашенная потому что это будет просто вот штамповка она не пройдет он не будет прочитано но я бы наверно хотела человека попробуй секунду перебью попробуй сделать так смотришь не у меня про меня ты не думаешь не думаешь о какой ты произведешь впечатление с удали на микрофон на свою подругу как я сказала смотри в свой канал осмотреть ты можешь куда угодно найди точку какую-то здесь вокруг чтобы тебе было удобно и смотри туда потому что ты будешь смотреть свой канал выбрав какую-то точку на самом деле и говорит то как вот душевно вот как идет если нужно будет подкорректируем я хочу человека с которым мне будет в первую очередь комфортно наверное нет на самом деле это человек я хочу человека любить я хочу любить человека и быть этим же человеком любимый мне нужно то что чтобы мне с ним было комфортно не только заниматься там физическими какими-то утехами но и просто обнимая человека я должна чувствовать вот это тепло которое он готов мне отдавать для меня это человек должен быть примером опорой я не 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 обязательно видеть его каждый день или там жить с ним под одной крышей мне просто важно знать что он есть в этом мире и что он рядом со мной находится пусть там за несколько километров или там соседнем подъезде или еще где-то он просто должен быть какой-то доступности от меня знаешь что у меня пришло это что я звучу слушать тебя очень интересно очень интересный такой ответ такое ощущение что ты ищешь близнеца с которым ты разделена или который не родился понимаешь ты ищешь какого-то своего двойника своего понимаешь вот с такими живот это не отдельная личность это не мужчины даже и не женщина у меня в карте детской карте который я нашла уже достаточно осознанном возрасте и которая была запечатана почему-то листами было написано что ну как пишут про детей то есть мать такая-то ребенок родился и все такое у моей мамы было написано что роды 2 ребенок один и один ребенок умер поняла никогда это не обсуждала семья во имя вообще об этом вот сейчас вот слушая тебя глядя находясь рядом с твоим каналом у меня четко прошло что это близнец двойняшка то есть это вторая твоя половинка которых ты скучаешь если ты это осознаешь сможешь осознать то есть у тебя тоска какая-то великая тоска она похожа на скорбь я вот говорю то что чувствую потому что в другом мире и ты пытаешься найти физическом я же не знала твою ситуацию я говорю только то что энергетически вот поймала когда ты это сможешь осознать оттуда тебе его не вернут потому что оно ушло оно умерло до уродов видимо или я не знаю как это случилось но это именно связано с родами вот первое что у меня пришло то что я озвучила тебе нужно осознать вот это осознать понять что это не физический человек что это возможно твой ангел-хранитель который с тобой всегда он уже есть вот когда с тобой происходят все это ситуации которые тебя предупреждают что это не мужского и даже не женского пола понимаешь что это не секс это не какое-то что-то вот блажь даже это где-то существующие нерожденное которое обладает такой же энергетикой как и ты и по которому ты скучаешь вот теперь мы к этому пришли вот теперь я хочу что ты это поняла просто но мне очень странно на самом деле я я как бы об этом все время думал ну после того как я вообще эту карту нашла я все время думала именно об этом что если у меня должен был быть там сестра или брат близнец то конечно так как он не родился получается я живу за двоих и сила за двоих сила за двоих дал мне идет но и такая же тоска по вот этому брату там или сестре я по по второй моей половине но мне очень странно бывает то что что касается мужчин иногда обнимая какого-то человека я чувствую это типа я не знаю почему откуда она берется я просто его чувствую все я начинаю за этим мужчиной вестись как в поиске да я я я иду за ним как куда мне вот мне это необходимо становится как наркотик потому что я в нем это почувствовала и для меня как бы я не знаю почему но это происходит в момент когда я должна обнять мужчину за плечи и увидеть получается часть спины и вот в этот момент у меня либо приходит что-то либо нет и вот если это какому-то человеку даже но не на сто процентов хотя бы процентов на пять я это вот эту вот эту не знаю вот эту боль свою перестаю чувствовать и тоску я реально иду за этим человеком я не я я готова рисковать всем в жизни и я готова все бросить даже ради этих пяти процентов ну смотри ну смотри я опять таки озвучу только то что идет потому что ты говоришь чисто энергетически я думаю что я думаю что помнишь как мы говорили про лепестки или тонкие тела да одно наполнено и есть физическое тело а второе вроде бы как она и не родилось а вот это вот знаешь оболочка то есть и такое ощущение что вот действительно дано за двоих и ты когда с кем-то сходишься на какие-то отношения ты этого человека награждаешь даешь эту энергетику своего двойника и ты за ней же тянешься понимаешь что происходит то есть человек до встречи с тобой вот этим не обладает ты его наделяешь вот тем что ты ищешь других потому что это с тобой не ощутимо невидимо бестелесно но но с тобой то есть почему я тебе сказала осознай это что она с тобой не ищи этого в людях в людях этого нет она живет с тобой на тебя предупреждает она любит тебя а ты ищешь в других физических телах понимаешь поэтому сила у вас двойная вот все что с тобой происходит спасается это тоже происходит за счет твоего двойника который не родился я считаю вот вот честно говоря что мы ситуацию разобрали полностью понимаешь когда у тебя придет осознание что поиски вот эти вот то что это сказала так вот это заложить пока ты не стала говорить на канал пока я не увидела как как стоит ситуация потом ты озвучила про карту родов да вот это все пустую было то есть не ищи среди людей я четко понимаю что подать с твоего рождения что тебе от природы дана великая реализация для самой себя я тебе рассказала в каком направлении ты дана сила за двоих энергия за двоих тебе сейчас осознать уже наличие присутствие всего того что ты где-то искала и совершала какие-то подвиги приключения не ищи остановись пойми осознай и воспитывай реализуй люби люби потому что тебя-то любят на самом деле ты одно целое уже понимаешь с этим начни видеть то что рядом потому что ничего лучше на самом деле не будет и то что дано дано именно вручено тебе понимаешь да вот я хочу чтобы ты вот с этим сегодня легла спать а утром проснулась знаешь как просыпаются люди которых все есть вот это важно вот девочки я вам показываю как работает канал мощно еще кроме этого потому что эта ситуация отработана причем четко спасибо тебе огромное потому что ты знаешь это работа вот вот на этом уровне это как рода своего рода то есть на самом деле это очень здорово потому что я понимаю вот как работает чистота канала ребят ты только проговариваешься и оттуда все показывают только важно слышать понимаешь так еще с тобой все я рада за тебя рада что твоя пропажа она не терялась она с тобой столько сколько надо просто нужно осознать да то есть представляешь сколько вот ты куда-то уходила что так была недовольна у тебя это есть и тут у тебя вот за стеной оно же есть у тебя все есть то есть все прими знаешь помните фильм где там какой-то джин ты раздвоился его там много-много стало вот цепились теперь все тебе поиск уже не нужен научись концентрироваться уже имея все имея мужа тебе его дали вот за руку привели имея то что ты хотела обнять обнимись себя потому что вас двое и живи теперь в полную силу потому что у тебя потери нет понимаешь у тебя все есть успокойся вообще интересно что не складывается да мне интересно а чего раньше как-то вот мы столкнемся столкнемся и в разные стороны вот видимо еще время тогда не пришло не правда я думаю что это именно так а мне интересно а через сколько у вас какие-то говоришь ситуации решались ну с яблоками это вообще конечно просто через несколько часов это произошло то есть ну вот проговорили вчера про вот эти яблоки и почему-то именно на этом то есть говорили вообще как бы о подруге да о ее каких-то там именно о характере там и всем остальном но я почему-то обратила внимание именно на эту фразу хотя она была ну в принципе да там были вещи намного более серьезные но я зациклила внимание именно на этих яблоках я не знаю почему они мне все время крутились голове и буквально проходит несколько часов и появляются эти яблоки то есть ну вот как так то есть это было что-то вообще из ряда вон выходящий я когда на самом деле их только увидела я сразу поняла что вот оно вот оно то вот почему я во-первых заострила внимание на этом вот вот и во-вторых соответственно как бы все это тут же реализовалась я их увидела только уже в реальности в реальной ситуации и в реальный период помежуто какого-то времени а знаешь ну почему я вот сейчас подумала что это было мне кажется яблоки ну сама картинка да озвученная мной это просто был старт старт к решению твоей ситуации сколько ты мне жила кстати вот в этом своем поиске ожидания ну все я считаю оно закончилось понимаешь это просто я же тебе говорю я разговариваю описываю ее ситуацию рядом сидишь ты почему я иногда говорю давайте по одному потому что картинки могут идти с двоих два канала идем я описываю тебе а в том яблоки 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 ты корми ее яблок а яблоки было я тебя кстати сегодня помнишь ну кстати да был такой дети яблоко да не могу серьезно я хочу сказать что в твоей старт эта кнопка старта просто началась понимаешь у тебя жизнь началась почему потому что чуваки наверное очень важно понимать как это все работает как мы запускаем сами в своих ситуациях реализацию многих-многих вещей и как мы петляем ходим где-то в каком-то тумане что-то выискиваем на ощупь звучит и вообще забивая в голову там мужчина спина елки-палки вот ты сейчас сказала я теперь так сижу и думаю вот ты рассказываешь и сижу и думаю странно в ее словах пол не звучит ни мужское ни женское оно без пола это не физика точно это идет двойник близняшка двойняшка но это то что неразрывно было связано с тобой природа собственно что я озвучила то есть а тебе говорю научись доверять каналу озвучивать я тебе просто показываю как это работает так еще есть вопросы у меня есть вопросы наверное ну как у каждой женщины а у меня есть вот такая ну я ее называю так проблема вот я пытаюсь найти себе мужчину в жизни ну как бы это нормальная задача чтобы у каждой женщины был мужчина так мне здесь будит и сейчас отойду в сторону можно вот то есть как бы у меня был мужчина от которого соответственно есть ребенок да но как бы у нас не сложилось ну потому что у нас не сложилось мы с ним диаметрально противоположные люди и вот с тех пор в принципе вот сколько уже наверное семь лет прошло и вроде бы люди появляются они находятся возле меня какое-то время потом они исчезают я не понимаю почему так происходит я уже начинаю ну естественно я начинаю думать значит что-то во мне не так надо что-то в себе и я думаю окей хорошо может быть отпустить ситуацию отпустила забыла и снова 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 под разными соусами но итог одинаковые а вопрос то в чем вот не могу найти вот как вот тоже я не знаю как понять что вот данный субъект мужчина да допустим это именно твой мужчина я не понимаю значит у меня вопрос к тебе вот эти два дня что мы общаемся то что я привожу интересные примеры рассказываю про свою журналистку которая говоря стихами ну первая моя журналистка которая обо мне писала которая говоря стихами публикуя их потом спустя годы после зазеркалья схватившись за голову говорит я реализовала всю свою жизнь стихами только до меня это дошло все что я писала реализовалась вот тюрелька в тюрельку прям полностью у тебя та же ситуация по твоей дате рождения полностью если тебе дать сейчас просто благополучного под тебя человека с которым тебе будет комфортно ты нифига не будешь развивать то что я тебе сказала это научиться работать со словом научиться реализовать понимаешь дай тебе ты сейчас уйдешь головой в быт а ты должна а ты должна научиться работать с теми качествами с которыми ты пришла в этот мир чтобы создавать уже имея какой-то опыт понимаешь и как я тебе сказала до 37 лет у тебя у тебя три периода менять как хочешь трижды в своей жизни хочешь так вот так будет на 7 лет хочешь так вот так научись опять мы затронули здесь тему доверия доверия тому что тебе дано то что ты озвучиваешь и то что практически тебе на тебя может приходить сваливаться то что ты можешь реализовать то есть вопрос то в том и почему нет этого человека какой он должен быть я тебе привела пример когда танец вокруг и я получила человека но я была не готова к этому вот все что я вам сегодня рассказывала это либо готовность ваша и осознание вот да ты можешь вот это но ты должна к этому подойти начни по чуть-чуть когда ты увидишь результаты а ты их увидишь у тебя человек твой придет вот этих метаний не будет начни читать себя слышать себя слышать то что ты озвучиваешь понимаешь то есть я бы назвала день больших родов сегодня вот все что я вам сегодня говорила оно у вас знаешь мне как обычный сеанс проходил два-три часа люди уходили а потом говорили я уходила в такой квадратной головы столько информации а потом проходил какое-то время у меня все по полочку ложилось и мне все просто и понятно и у меня начинается движение я вчера так же сказала я говорю честно я говорю я ну как раз там сидели курить возле окна я говорю у меня сейчас такая каша в голове просто мне вот ну просто так а я в этот момент как раз говорю а у меня все по полочкам потому что я сидела рядом и как бы я это все воспринимаю немножко по-другому ее допустим что касается ее для меня вот для нее это каша а для меня это очень понятно все о чем вообще идет речь то есть дело в том что еще раз мы все разные и понимание восприятие осознание всего мы даже дышим иначе все у всех по-разному то есть ты уже прошла свое не забывай как я тебя схватила за руку и говорю так ну-ка пойдем я тебя почищу ты даже правчарку то не удивилась я тебе описывала вот с твоего тонкого тела очищает тебя сколько ситуаций я знаешь что ждала я ждала честно мне скажут как она не так спокойно она пошла себе я так думала вот интересно что как у нее должно быть движуха в жизни ты понимаешь то есть у нее она только в одном стопорилась она искала несуществующие в человеке вот то что есть не рядом понимаешь а ты еще до этого не дошла то есть она останавливается и завершает останавливается и завершает перерабатывает свои ошибки а у тебя получается у тебя талант шикарный великий научись владеть текстом рождать слышать канал или он тебя будет по голове давить здорово это сосуды это бессонница это не понимание того что с тобой происходит видишь у нее пошла слабуха у меня был недавно случай буквально таки наверное дней 5 назад я сидела на работе и самое интересное взяла карандаш карандаш я взяла лист А4 чтобы мне было просто удобно я просто сидела и просто начала писать я такая думаю пишу какую-то чушь думаю то что идет сейчас буду писать я что-то писала и весь лист писала я потом просто взяла и закрыла его я даже потом не стала перечитывать что я там написала ну вот просто как шло я просто писала там бессвязный набор слов реально был Я понимала, что у меня бывали такие моменты, я просто как бы их ну гасила и думала, зачем это мне надо. Теперь я уже потихонечку начинаю понимать, что мне это нужно. Вот если посмотреть, у меня ручек раз-два пчелся, у меня в основном карандаши. Вот всегда. Я не знаю почему, я пишу всегда карандашами. Так, а теперь нам нужно снять сюжет, объяснить. Это ни о чем. Потому что я пообещала. Важно сколько здесь шла запись. Так, 28 минут. И на этом снять что-то нейтральное не меня. Вот что-то, чтобы потом мы смогли поработать. Все? Окей? Так, гаси.